Продолжаем. Говорят, бешеные деньги – это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать. Но и чтобы жизненный опыт чего-то стоил, он должен иметь денежное выражение. Недавно законотворцы Красноярска перешли на наличности, подняв на богатых граждан, конечно, не налогов меч, но хоть какую-то налоговую плетку. И решили с Нового года собирать больше денег, например, с владельцев элитного жилья. Не то, чтобы Горсовет вдруг не взлюбил бизнесменов в пользу трудящихся. Просто таким образом можно, во-первых, подзасыпать денежными знаками бюджетный провал, а во-вторых, хотя бы попытаться несколько нивелировать пропасть между богатыми и бедными. А она в нашем разгороженном решетками и доходами обществе, ой, как велика. История Анастасии Костецкой. Подобная виртуозность в столь зрелом возрасте для многих непозволительна роскошь. Для него же источник жизни. Работать, работать и еще раз работать – так завещало ему и его время. Восьмикратный призер-расист и пист Владимир Яковлевич и сегодня 75 отдает свои силы, как и привык, на благо потомкам. Ритмы нового поколения звучат иначе. По прогнозам социологов, будущее сегодняшних детей под угрозой тотальной безработицы и снижения уровня жизни. Предсказуемые последствия приватизации в 90-х. Вопрос о социальной справедливости в России был всегда. Терпение у нашего общества, конечно, железное, но от длительных нагрузок, в конце концов, не выдерживает даже металл. У нас большая дифференциация богатых и бедных. Если взять совокупность, вот всего населения разделить на 10 частей, 10% богатых и 10% бедных, то получается у нас в 17 раз богатые больше, богаче в 17 раз по сравнению с 10% бедных. А критический коэффициент дифференциации это 10%, а у нас 17%. Налог на роскошь как инструмент перераспределения доходов от богатых к бедным, считают специалисты, мог бы снять угрозу социальной напряженности и ситуацию в обществе стабилизировать. Разговоры о нем ведутся еще с 2007-го. С года нынешнего налог обсуждают детально. В феврале в 9 регионах страны провели круглые столы. Общественная дискуссия в Красноярске обернулась острой полемикой. Механизмы реализации вызывали массу вопросов, но вот необходимость его введения была признана единодушно. И бедные будут, и богатые они всегда были, и будут. Но однако же, в общем-то, эти деньги, возможно, пойдут тем же инвалидам, тем же малоимущим, многодетным семьям. Вы смотрите, многодетные семьи, они не могут даже учить детей в хороших школах, будем говорить. Да, эти детки не могут музыке обучаться, там, в художественных школах, потому что все это платно. А вот это, я считаю, перераспределение, оно даст такую возможность, если это будет направлено в это русло. Это, конечно, стимулирующий фактор к возрастанию морально-нравственного каждого человека. Думаете, сработает, да? Я думаю, с нормальными людьми сработает. А с ненормальными их надо садить, лечить. Известный в Красноярске покупкой весьма дорогостоящих автомобилей бизнесмен Жан Мкартычан идею нового налога в условиях нашей ментальности считает не очень удачной. Но увеличение налоговой нагрузки, в принципе, поддерживает. Бизнесу это значительно и не ударит. Сегодня ЕНВД составляет в бизнесе незначительную часть расходов до 10% от общих расходов. И то, что ЕНВД поднимется в среднем на 50-70%, это никак на бизнесе не отразится. Между тем, вопрос об увеличении налогового времени бизнеса стоит относительно недавно. А вот налог имущественный в корректировке, по мнению экспертов, нуждается уже давно. Фискальная значимость налога на имущество физических лиц для муниципального образования в городе Красноярске, очень незначительна. В связи с чем? В связи с тем, что в городе Красноярске и в целом в крае, собственно, у нас инвентаризационная стоимость изменялась в последний раз только в 2009 году. Депутаты Красноярского городского совета пробелы восполнили. На мнеочередной сессии утвердили новые ставки по ряду налогов и сборов. Проработали и налог на роскошь. Механизмы его действия решили реализовать через повышенную ставку имущественного налога. И это обосновано. Обосновано, знаете, почему? Потому что, на самом деле, нам, конечно, надо существенно больше денег. Если мы хотим решать все наши социальные задачи, а у нас, вы знаете, их очень много, это и социальное жилье, это и детские сады, и дороги, и парки, и скверы. Изменения, которые вступят в силу с января 2013-го, предполагают более дифференцированный подход к формированию налоговых отчислений за жилье. Владельцы дорогостоящей недвижимости будут платить больше, причем в разы. Не получится ли ситуация такова, что сегодня это на уровне города будет принято, а потом инвентаризационная стоимость плавно-плавно повысится. И если сегодня под этот налог попадает 995 семей красноярских, сверхбогатых, как таковых, то это один вопрос. А что, не получится ли так, что через год под этот закон попадет 30% красноярцев или 70% красноярцев? Председатель Совета Гражданской Ассамблеи Алексей Меньшиков подобные опасения не разделяет. Более того, приветствует любые законодательные инициативы за выравнивание экономического положения общества. Налог на роскошь считает инструментом восстановления социальной справедливости. Трудно назвать средним классом учителей и врачей, которые работают на полторы, зачастую на две ставки, и не зарабатывают те деньги, которые позволили бы их назваться средним классом. Я абсолютно убежден, что подобного рода налоги на роскошь их точно не коснутся. Это очевидно. Трудно назвать средним классом тот малый бизнес и средний, который тоже работает по 10-12 часов в сутки, но не имеет таких доходов, которые позволили бы попасть в категорию налога на роскошь. И хоть частично проект реализован, вопрос о введении отдельного налога на роскошь остается открытым. Пока же научное сообщество ищет пути его реализации и изучает мировой опыт. Вот, например, во Франции в 1982 году был введен налог на роскошь. И граждане декларировали свои доходы и банковские счета, и ценные бумаги, и даже недвижимость за границей. И они собрали там 3, по-моему, триллиона евро. Примерить французский опыт на российскую действительность удастся вряд ли. А вот история налога в Штатах вполне может быть нашей. Все денежные потоки на приобретение дорогого имущества с введением налога утекли за пределы страны. Налог отменили. Понятие о роскоши вообще относительное. В Китае это косметика, в Норвегии шоколад, а в Таиланде интернет. Для Владимира Яковлевича это сомбрера. Много лет назад настоящую мексиканскую шляпу он купил за большие деньги. Сегодня дарит ее лучшему ученику. Держи, Сережа. Будет ему 20 лет, 30, ей ничего не сделаться. Она вся металлом обделана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова